Друзья, здравствуйте. Нас, конечно, очень мало. Есть как есть, с этим ничего не поделаешь. Я включаю демонстрацию экрана. Надеюсь, ее видно. И вкратце в своем докладе я попробую рассказать о тех конкурсах, которые проходят в Русской Википедии. Это как статейные конкурсы, так и конкурсы, посвященные загрузке фото-контента на Викисклад. И в конце я попробую сделать какие-то выводы и посоветовать нашим слушателям, как можно в большей степени мотивировать участников и сделать так, чтобы контента в рамках конкурсов становилось все больше и больше. Итак, первый слайд. Он такой базовый информационный. В нем я перечисляю общую информацию о тех конкурсах, которые прошли с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Итак, совокупно в Русской Википедии и в ряде Википедии на языках народов России прошел 21 конкурс. В совокупных конкурсах приняло участие 755 википедистов. Из них 456 приняли участие именно в конкурсах, посвященных написанию статей. Совокупно за этот отчетник в Русской Википедии и Википедии на ряда языков России было написано более 15 тысяч статей. На Викисклад было загружено около 4000 медиафайлов. Естественно, такие мероприятия Википедия Россия не могла бы проводить сама. В этом нам помогали наши партнеры. Их было 9. Ключевой из них это, конечно же, фонд президентских грантов и ассоциация наставников талантливой молодежи и почетных граждан. Небольшая неправительственная организация региональная, которая дружит с нами уже на протяжении более чем 5 лет. Совокупный объем призовых составил более полутора миллионов рублей. Это порядка 19 тысяч евро. Ну и важно отметить тот факт, что Викикмедия Россия добилась того, что порядка 10% совокупно созданных статей Википедии создается именно в рамках конкурса. Почему это важно? Так как конкурсы подразумевают оценку статей, контент, который создается в рамках этих конкурсов, имеет довольно высокое качество. То есть те статьи, которые создаются в рамках конкурса, крайне редко попадают к удалению, выставляются к удалению. Как правило, все они сопровождаются ссылками на источники информации. Большинство из них имеют иллюстрации. Ну и вкратце расскажу о тех партнерах, которые нам помогали реализовывать эти проекты. Первый ключевой партнер это, конечно же, фонд президентских грантов. Вкратце расскажу ситуацию, что происходит с грантовым финансированием Российской Федерации в двух словах. Наверное, 4 или 5 лет назад огромное количество в различных правительственных и государственных фондах, выдающих гранты, были объединены в единый фонд президентских грантов. И, в принципе, сейчас идет процесс, конечно же, появления новых фондов, которые также выдают гранты на реализацию различных социальных проектов. Но большинство некоммерческих, неправительственных организаций имеют в России возможность получить достаточно крупное финансирование через единственный фонд, это фонд президентских грантов. Нам удалось с ними сотрудничать. Несколько наших грантов было одобрено. В целом, мы продолжаем двигаться в этом направлении. Вторым партнером включен, конечно же, для нас была Ассоциация почетных граждан и наставников фондов и молодежи, о которой я до этого уже говорил. Также нашими партнерами был Пермский краеведческий музей, телеканал «Наука», это главный российский канал, аналог «Нежную биографику» по-русски. Это библиотека имени Днекрасова, одна из крупнейших библиотек Москвы. Это посольство Швеции в России и небольшое издательство – это экономическая летопись России. Далее я коротко расскажу о конкурсах. Стараюсь быть не очень занудным. Коротко расскажу об успехах и этих конкурсах, которые нам удалось провести. Итак, первый конкурс, который мы реализовали в подсчетном году, это был конкурс, который назывался «Ядро энциклопедии». Этот конкурс стал ответом, так сказать, на запрос на языках народов России, которые обратили внимание на то, что тот контент, который создается в рамках их энциклопедии, в рамках их конкурса, всегда являются такими, скажем, очень энциклопедичными и важными. Все упирается в то, что, как правило, те конкурсы, которые проходят в «Русской Википедии», они, за счет того, что «Русская Википедия» имеет уже какой-то базис, имеет более миллиона статей, они посвящены русским темам. И всегда мы стараемся приглашать создавать отдельную номинацию в рамках их конкурса для «Википедии на языках народов России». И порой получается, что идет некий перегиб контента по важности. То есть для татарской, башкирской и ряда других Википедий крайне важно написать, в первую очередь, конечно же, статьи о самых важных энциклопедических темах. И таким образом, именно в большей степени для них, мы и организовали этот конкурс. В рамках конкурса был создан словник, и конкурс был посвящен написанию статей, которые до этого были отражены либо в Большой Советской энциклопедии, либо в Большой Российской энциклопедии. Это очень важные темы, именно энциклопедические, которые делают Википедию именно энциклопедии. В конкурсе приняло участие 45 википедистов со всех точек Российской Федерации и мира. Было создано более 2100 статей. Конкурс был именно инициативой «Ликимедиа.ру» и совокупный призовой фонд составил порядка 1800 евро. Следующий конкурс – это конкурс «Выкусники и наставники». Этот конкурс реализовывался нами в рамках полученного нами президентского гранта. Гранта получили на увековечивание памяти выдающихся выпускников и наставников в вузах России и Советского Союза. В рамках этого конкурса конкурс также проходил, был многоязычным. Помимо русской википедии он проходил в башкирской, чеченской, татарской, лизвинской и певинских википедиях. В нем приняло участие 58 человек. Было написано порядка 1500 географических статей. И совокупный призовой фонд составил порядка 2500 долларов. Следующим конкурсом был конкурс «Как пройти библиотеку». Этот конкурс мы провели совместно с библиотекой имени Некрасова. На базе библиотеки Некрасова существует первый, наверное, самый масштабный викиклуб. Каждое воскресенье раз в месяц москвичи могут прийти в библиотеку и под наставничеством опытных активистов пытаться писать статьи. Конкурс, исходя из названия, как вы понимаете, был подсвещен библиотечному делу. Это очень важно, потому что была выбрана конкретная тема, библиотечное дело. В рамках этой узкой тематики было написано 308 статей. Кризовой фонд этого конкурса был небольшим, порядка 600 евро. Я считаю, что конкурс прошел очень успешно. Далее мы провели конкурс Вики Рюбит Кавказ. Идея этого конкурса родилась на одном из мероприятий в Берлине, где мы пришли к выводу, что неплохо было бы скопировать концепцию Вики Ресны, конкурса CES Springs на кавказское направление. В Берлине собрались представители Википедии на русском, грузинском, армянском и азербайджанском языке. Мы посидели, подумали и решили обменедовать этот конкурс. Призы были предоставлены Вики Медиа Джорджия, грузия. Совокупный призовой фонд составил 650 евро. В рамках конкурса было написано более 600 статей. Конкурс прошел по русском, лестинском, осетинском, чеченском и башнинским языках. Конкурс ВВС стал традиционным. Проходит соответственно объективный кавказ в 2021 в настоящее время. Конкурс пользуется успехом. Сейчас в рамках конкурса, который идет сейчас, написано на более 600 статей. Следующий конкурс это «Леники Урал». «Леники Урал» это инициатива Пермского этнографического музея. Когда мы им рассказали о том, что в Википедии проходит месяц Азии, они выступили с инициативой предоставить предзаконимым участникам со всего мира, которые в рамках этого конкурса захотят написать что-то о Курале. Курал является частью Азии. Многим участникам было предложено поучаствовать, написать что-то на эту тематику. Статутный передовой фонд был умножен более тысячи евро. И в рамках международного конкурса «Лесец Азии» было написано 233 статьи, посвященные этому региону России. Статьи создавались в Википедиях по всему миру. Ну и все победители получили свои призывы. Следующий конкурс – это конкурс «Наши университеты». Это конкурс, который также был в Ватарии совместно с президентским фондом рамков. Бедовой фонд составил более полутора тысяч евро. В рамках этого конкурса мы предложили участникам писать статьи об высших учебных заведениях Русского царства, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. И я хочу отметить большой успех, что благодаря этому конкурсу, в принципе, все вузы, которые когда-либо существовали на территории Советского Союза либо России, они были отражены статьями в Википедии. Конкурс проходил на русском, тумирском, башкирском, бакарском языке саха и чеченском языках. Отмечу, что я обратил внимание, конечно, что было для меня интересно, что огромное количество статей было написано о тех вузах, которые в годы Второй мировой войны путешествовали по территории Советского Союза, переезжая с оккупированных территорий. Огромное количество вузов именно из Украины. Было очень интересно читать статьи, созданные в рамках этого конкурса. Ну и вообще, это очень важная тема, потому что все это, это очень интересная и важная тема с точки зрения исследовательности и информации. Следующий конкурс, который мы провели, это конкурс, посвященный новой русской литературе. В рамках этого конкурса мы предлагали участникам писать статьи о произведениях и авторах, писавших на русском языке после от 1990 года. Спонсорами наши, партнерами нашими выступило небольшое издательство «Право Аврора». В рамках этого конкурса были созданы статьи на русском, английском, белорусском, и армянском языках, в конкурсе приняло 19 участников, приняло участие, и было написано более 600 статей. Это достаточно успешный конкурс, в конкурсе была выбрана русская тема, эта тема была ограничена во времени, но этот самый конкурс прошел очень-очень позитивно. Следующий конкурс, это конкурс «Дорога жизни». Инициатором этого конкурса выступил обычный участник Ликипедии, который предложил увеличить Ликипедии сходного до 80-летия начала блокады Ленинграда во Второй мировой войне. На удивление хочется отметить, что призы этого конкурса имели исключительно символический характер, это были посвященные блокаде ленинградских писателей. И несмотря на незначительный призыв, в конкурсе приняло участие 40 человек, было написано более 700 статей на русском языке, и хочу отметить инновационный подход к выбрану этого конкурса. Многим участникам, которым в той или иной степени интересна была тематика Ленинграда либо тематика военной истории, мы отправили персональное приглашение на страницу обсуждения, вот аж 40 человек откликнулось на это и стали довольно большой количеством статей. Следующий конкурс – это конкурс «Виде саймским кипишем», конкурс «Научить фотографии». Это традиционный конкурс, организованный нашими эстонскими коллегами, в далеком, если я не ошибаюсь, мы уже было 20 лет. Сначала этот конкурс был изучительно европейским, далее он вышел на международный уровень. И вот в 2021 году немного конкурс имеет международный характер, как правило, он проходит более поздний срок, однако наши партнеры – это телеканал «Наука», они еще с инициативой провести ее весной, потому что так все было удобно, и мы пошли на встречу им. Это, наверное, первый конкурс «Виде саймским кипендиям», который рекламировался по телевидению. Телеканал «Наука» каждый день транслирован в планные ролики, призывая своих зрителей поучаствовать в этом конкурсе. Конкурс традиционно уже имеет некое количество постоянных участников, которые исходят в год, чтобы этот конкурс, для того, чтобы загрузить накопившуюся у них свои научные фотографии. Хочу отметить, что в этом году было загружено более 2000 фотографий, приняло участие 299 человек. Конкурс проходил в шести номинациях, традиционно он проходит в 5 номинациях, 5 базовых номинаций, которые подразделяют научные фотографии в категории. В этом году мы добавили шестую номинацию, это номинация «Космос». В этом году исполняется шестидесятилетие полета первого человека в «Космос». Мы решили тем самым, как бы немного расширить землянчику конкурса. Следующий конкурс – это конкурс «Види Гэд» в 2020-2021. Этот конкурс посвящен гендопонимиральностным статьям гиппедии. Скажем так, как мы знаем, более 70% статей гиппедии посвящены мужчинам, по некоторым оценкам были 90% статей. Вот мы постарались вместе с нашими партнерами этот конкурс, это неравенство немного выровнять. Конкурс традиционно имеет большой успех в русле «Википедии». Он запускается 8 марта в Международный женский день, и очень большое количество википедистов ждет его. С радостью меня участвуют. В этом году в конкурсе у меня участие более 70 участников, было написано более 2400 статей. Конкурс проходил гиппедии на русском, башкирском, тюбинском, саха-языке, на алтайском языке, чеченском, грязьбинском и татарском языке. Кстати, отмечу, что именно алтайский язык, в этом году алтайская гиппедия, впервые была признана как… не вышла из инкубатора, но вот это было первое такое мероприятие, к которому участники алтайской гиппедии были привлечены. Конкурс проходил при поддержке посольства Швеции в России. Также вторую номинацию, посвященную выдающимся женщинам в России, прошла при поддержке фунта президента Гранта. Призовой фонд был в сравнительной большим, остается 1500 евро. И я хочу отметить, что благодаря тому моменту, что посольство Швеции в рамках этой выделяет финансирование, в той номинации, которая посвящена женщинам мира, двойной балл получают те, так сказать, конкурсы, которые посвящены тем женщинам, статья которых есть в шведской гиппедии. Я с уверенностью могу сказать, что если мы говорим о женщинах Швеции, то, наверное, больше, чем в российской гиппедии, написано в шведской гиппедии. Огромное количество статей с одной единственной интервитой на шведской гиппедии было создано в рамках этого конкурса. Ну, это хорошо и правильно, это очень позитивный, хороший конкурс. Далее мы традиционно приняли участие в весне. Хочу сказать, что в целом в русской гиппедии этот конкурс уже стал традиционным. Как видите, у меня приняло участие 30 участников. Было написано около 270 статей. Это небольшое количество обусловлено тем, что этот конкурс проходил параллельно с другими конкурсами. Он партнерами с точки зрения призов близких в Европе и Австрия. За ручку он составил 450 евро. Традиционно победители этого конкурса получают нижний набор действительно статистической направленности, которые мы отправляем в них по почте. Следующий конкурс, который мы провели, это конкурс музыкальной лендописи. Конкурс был приуроким в столетии филормонии Санкт-Петербурга. Скорее, из названия можно понять, что конкурс был посвящен биографиям русских композиторов, музыкальным инструментам и музыкальным произведениям. Партнерами конкурса выступила неправительственная организация экономическая лендопись. Это тоже наши очень давние партнеры. Они решили выставить какие-то вещи со статистической лармонии, где-то ударные. Казовый конс составил порядка 50-й до 750 евро. Я постепенно походил кухватору, даже ближе к концу, так что если все медленное молотомо, то шутка. Следующий конкурс, который мы провели, это конкурс «Дорога в космос». Он был посвящен 80-60-летию полета в космос. Первый пилотированный полет в космос. В рамках конкурса было написано 448 статей. В нем приняло участие 17 человек. Партнерами начали выступить в небольшой дежуре и неиспечное, я помню, ежедневное издательство газета «Отдумай в неделю». Конкурс был посвящен, соответственно, в первом полет в космос. Все, что с этим связано. Также в целом все и советские космонавты. Это очень хорошая была инициатива. Далее мы провели конкурс, узнаваясь и верим, общение с Побратимов. Это традиционный конкурс, который мы проводим из года в год. Это конкурс посвящен достопримечательностям, достопримечательностям городов, российских городов, которые имеют Побратимов за границей России и, соответственно, достопримечательностям тех городов, которые находятся по всему миру и имеют Побратимов в Россию. Конкурс, в экране конкурса было написано 590 статей, было заглушено около 2000 медиафайлов, предоставленный конкурс составил около 2000 долларов. Ну, вообще, я хочу отметить, что больше всего участники дисципедии любят писать о достопримечательностях о памятниках природы, о памятниках природы, о памятниках культурного наследия и, конечно же, о географиях. Да, хочу отметить, что помимо номинации, посвященной памятникам, в рамках этого конкурса мы предложили участникам писать статьи, посвященные почетным гражданам, как России, как Индии, также большое количество статей, было написано на географию. Следующий конкурс это конкурс «Тюркский марафон». Это конкурс проходит второй 9-й октября в Русской Википедии и в ряде википедий, которые относятся к тюркским, которые пишутся на пюркских языках. Это «Антатство» или «Инская» соответствия википедии. Призовой фонд именно в Русской Википедии составил 450 евро. И вообще, хочется отметить большой прорыв в рамках конкурса было написано более 900-900 статей. Вообще, сама эта концепция «СЕЕ», как можно «СЕЕ весны» этого конкурса, она постепенно каким-нибудь перетекает на другие географические регионы. И вообще, в самом, конечно, в общей снице нам интересно писать по готовым словникам. Далее я расскажу об этом немного более подробно, потому что, конечно, проще писать, когда что это предлагается. Этот конкурс был традиционный. Я думаю, проведен он в следующем году. Все ждет очень успешно в этом направлении. Далее, во время Олимпийских игр 2021 года мы провели Олимпийский марафон. Этот конкурс был исключительной инициативой «Кинодиару». Он у меня небольшой пределок фонд. Но при этом в нем приняло участие 36 человек и более тысячи статей посвященных Олимпийской тематике, Олимпийским объектам, также паралимпийским участникам и связан с Олимпиадой и паралимпиадой за всю историю существования этих соревнований, как мы хотели демонстрируем пациентами и стабильц было написано более тысячи статей. Следующий конкурс, который мы провели, это конкурс «Узнать о Москве совместно с Екатерией». Партнерами конкурса стало Министерство информационной политики Московской области. Они вышли с инициативой и организовались их экспедиции в Подмосковье. Увидеть все своими глазами. И уже на основании увиденного в родительский конкурс предложить участникам писать статьи, связанные с туристической привлекательностью Московской области. Несмотря на коронавирус, все это нам удалось организовать. Конкурс для него участия 27 человек. Было написано 537 статей. На данный конкурс составил порядка полутора тысячи долларов. Далее переходим в диван к куче. Я отмечу тот конкурс, который проходит в настоящее время. Это конкурс, посвященный научно-популярной литературе. В проводе моего согласно совместно с организацией «Всенаука». «Всенаука» это такая организация, независимая российская организация, которая пытается заниматься популяризацией именно науки. Конкурс посвящен написанию статей о научных популярных книгах. В рамках конкурса уже сейчас приняло участие более 15 человек. Написано более 100 статей о книгах. И следующий такой очень интересный момент, в котором ему бороться говорится со спонсорами. Это любой участник конкурса, который напишет более 5 статей о книгах. По собственному желанию выберет одну из 50 книг. И эта книга будет отправлена победителю почты России, независимо от его нахождения на земном шаре. То есть не обязательно он может подключать на земном шаре. Ну и совокупный передовой конкурс в тысячи рублей в порядках 1500 евро. О конкурсах я максимально коротко попытался рассказать. Далее я попробую рассказать о тех моих наблюдениях, которые с моей точки зрения наиболее важны для успешного проведения конкурсов и я думаю, что эти базовые принципы они ввесны не только для русской ведения, но в целом психология участника ведения несмотря на разные мотивации она очень сходна. Я так могу сказать с уверенностью, что психологический в России, Украине, Белоруссии, Чехии, Харвате и неважно где он предвидительно имеет одинаковый психотип. Итак, что важно. В первую очередь для успешного проведения конкурса по моему мнению очень-очень важно наличие полного и подробного словника. Участникам гораздо проще писать статьи, когда за них сделано 50% работы. Тема статьи уже отмечена, она уже горит красной цифрой словнике, для участников достаточно нажать на кнопку и сразу же приступить на дословную статью. Еще лучше при создании словника сразу же напротив предлагаемые темы статьи размещать ссылку на источник информации, откуда можно взять хотя бы базовый первый набор информации, которая понадобится для написания статьи. Желательно, чтобы этот источник, и не желательно, но 100% этот источник должен быть авторитетным, чтобы информацию из этого источника можно было не только взять, и на эту информацию можно было вывести с лаксом. Это такой очень-очень важный момент, и особенно это показательно на последнем конкурсе, который мы проводим, это конкурс посвященный научно-популярной литературе, о котором я говорил до этого. В общем, когда мы его спускали, были большие сомнения, будут написать люди статьи о научно-популярных книгах, изданных на русском языке, но написанных до этого, где-то правило, американский, английский автор, русских авторов, но большинство переводов изданных. И нами был создан очень-очень подробный словно, в котором мы попытались разместить, в котором мы собрали более 400 статей о научно-популярных книгах, мы разместили ссылки на статьи об этих книгах, визуально есть и визуально их языках, и предоставили ссылки на описание этих книг в соязычных источников. Это очень важно для успеха Второй очень важный момент, я имею в виду, это максимально широкое информирование сообщества о том, что конкурс проходит. Потому что я очень часто рассказываю о конкурсах на различных других мероприятиях, в банках России, в банках, для тех людей, которые не википедии, большинство из них говорят, какой же интересный конкурс у вас произошел, оно о нем будет ничего не знать. Поэтому максимально широко конкурс нужно продвигать. Для этого есть несколько инструментов. Первый, конечно же, самый эффективный, это баннер википедии. Баннер википедии, русская википедия самостоятельно баннеры у себя не вешает, поэтому баннеры мы вешаем через инструмент центра в новости на мете. К этому процессу нужно подходить очень ответственно и очень гаранее. Для того, чтобы повесить баннер, нужно, конечно же, опросить сообщество о том, как хочет ли он увидеть этот баннер. Баннер должен быть информационный, максимально емкий, он должен быть немодзойливым. Ну и, в принципе, работу по размещению баннера на мете нужно начинать предвидительно за два месяца до старта конкурса. Также важно информировать сообщество на корне новости. Это очень рабочие инструменты. Потом также мы размещаем ссылку на все проводимые конкурсы на главной странице в сайте в самом низу разделе текущие мероприятия. Следующий очень важный инструмент информирования это шаблон на странице списка наблюдений участников. Я посмотрел буквально вчера, не во всех веках такой шаблон размещается. На том, что я увидел такой шаблон украинской википедии даже больший размер занимает, чем в узкой википедии. Это очень удобный инструмент, потому что в принципе все участники очень любят смотреть свой список наблюдения, смотреть за то, что происходит с их статьями. и небольшое ненавязчивое напоминание верхним правом будет рано. Как правило, никого не убегает. Все исключительно информационные функции. Помимо этого, для продвижения фондов, конечно же, нужно использовать социальные сети, но мой опыт показывает, что, к сожалению, социальные сети, несмотря на большие просмотры, унесут в большей степени информативную такую составляющую, они информируют состоронних людей о том, что какой-то конкурс википедии проходит, что какое-то движение имеет место быть, но, как правило, новички присоединяются крайне редко, но нужно отметить, что порой такое бывает, что порой не присоединяются новые участники, конечно, к ним надо относиться очень трепетно, нужно оберегать, от опытных википедистов, скажем так, помогать им, подсказывать, и многие из них остаются. В общем, на моей памяти есть не более пяти участников, которые пришли именно благодаря информации о конкурсе на сторонних интернет-ресурсах, которые стали постоянными википедистами. Третий момент, который я хочу отметить, это максимальная лояльность к участникам и постоянное предоставление обратной связи всем участникам конкурса. Что я подразумеваю под лояльностью? Лояльность – это максимальное, скажем так, максимальное, максимальное трепетное отношение к новым участникам конкурса. То есть понятно, что все сразу не смогут помнить правила. Участники могут находиться на разном уровне знаний разметки, знаний оформительских моментах. У участников порой в рамках конкурса могут между собой немного ссориться. Для этого есть страница обсуждения, на которой всегда нужно оперативно давать обратную связь участникам, постоянно ее мониторить, отвечать на любые самые, на первый взгляд, глупые вопросы, разжевывать все максимально подробно, сразу же гасить конфликты, которые иногда возникают между участниками, такой тоже поры бывает, но в целом это очень сильно работает, и обратная связь, она, конечно, очень важна не только для людей, но и для всех процессов, которые проходят в рамках движения людей, с которыми все со мной согласаются. Четвертый важный момент, на который я также хотел дать внимание, это максимально широкая трансформа тематики конкурса. Потому что, несмотря на то, что правила конкурса и тематика конкурса, очень подробно описывается на странице конкурса, разные участники трактуют эту тематику под себя, скажем, так по-разному. И поэтому организаторы должны максимально широко трактовать тематику для того, чтобы наибольшее количество статей в рамках конкурса было создано. К примеру, можно привести CES-Links, в рамках конкурса «Люксна». В русской Википедии до сих пор существует правило о том, что все статьи, создаванные в рамках «Люксна», они обязательно довольны быть представлены в словниках, которые создают другие участники, предлагая те или иные темы. И постепенно это привело к тому, что в этом году было написано вокруг соц. статей, потому что интересных тем для себя участники там не находят. И вот со следующего года я думаю, нет, я не думаю, я принял решение о том, что тематика конкурса будет максимально расширена. Мы пойдем, например, в Канске, в Екипедию, которые фактически абсолютно не сдерживают участников своих и все желающие могут писать на любую тему, которая в той или иной степени. Хотя бы крайне касается основной тематики на этих стран. Не нужно наглядываться на словнике. Главное создавать контент и для этого то, что происходит в Канске или Снам в Канске и в Екипедии, я могу сказать, что этот подход очень успешен. Следующий тоже очень-очень важный момент это прозрачные и однозначно прописанные критерии оценки сквозь этих вопросов. Это важно даже иногда давать эти оценки. Понятно, что они прописаны, но они носят такой формальный характер. там написано, что каждая статья конкурса будет оценивана от 1 до 2 баллов и у участников уже по ходу конкурса, когда они видят статьи, созданные другими участниками, возникает вопрос, а как статьи будут оцениваться, а какая статья, как статья какого автора лучше, кто получит 2 балла, кто 1 балл. В принципе, иногда неплохо уже на старте конкурса на страницах обсуждения приблизительно прописывают участникам притерии оценки будущих. Для того, чтобы люди понимали, что чем лучше создаваемый контент, тем больше баллов они получат. Понятно, что все участники конкурса делятся на 2 категории. Одни пытаются взять количество, другие пытаются взять качество. И вот именно для того, чтобы сразу же все понимали, что в конце не было ни у кого обиды на оценку. Сразу же, чтобы все понимали, что минимальная статья получит 1 балл в том случае, если в ней будет написано допустим, более 200 баллов. А та статья, в которой будет большое количество иллюстраций, большое количество текстовой информации, в которой будет большое количество источников на источнике, та статья получит, соответственно, более высокий балл. И чем раньше участники пайм-допитерии, тем спокойнее будет проходить борьба за призывы места, тем интереснее все и произойдет, тем лучше будет результат. Шестой важный момент с моей точки зрения это финансовая грамотность и оперативность перечисления призывоваться победителем. Финансовая грамотность крайне важна. Важно сразу же на странице конкурса прописывать критерии, для того, чтобы не было неоднозначности. В ряде конкурсов «Медиа.ру» не может просто физически не может выдавать призывы, которые не являются налогами резидентами Российской Федерации. Крайне важно прописывать все это. Крайне важно быть диким при программе призового фонда. В ряде случаях последнее время «Медиа.ру» отходят от денежных призов и ориентируясь на подарочные карты в магазине. Это очень хорошо работает и сейчас мы задействуем два основных интернет-магазина. Это один из лучших российских интернет-магазина «Озон», который осуществляет доставку практически в любой регион, в любой инстинуте России. Конечно же магазин «Амазон», который осуществляет такую же доставку практически как бы точку земного шара. Соответственно если участники наших конкурсов иностранцев то они выбирают призы подарочные карты в доллар в эквиваленте в интернет-магазине «Азон». Если же это победитель в России либо из стран лучшего Советского Союза, в которые интернет-магазин «Азон» осуществляет доставку, они выбирают личные призы для «Азон». Крайне важна оперативность перечисления призовых сумм, потому что все участники не хочется быть должным, скажем так. А по-моему получается ситуация, что суммы финансовые зависают, у участников накапливается негатив, и в следующий раз конкурсов не способен желание участвовать, может быть, может и не возникнуть. Поэтому крайне важно перечислять призовых суммы призовов оперативно, а еще лучший, самый оптимальный вариант, к которому я пришел в последнее время, это полностью расписывать таймлайн на странице конкурса тех действий, которые пройдут после завершения конкурса. То есть страница конкурса сразу пройдет конкурс, условно, проходит до конца конкурса, завершается 1 сентября, итоги будут подведены до 15 сентября, победители будут информированы 17 сентября, до 20 сентября можно заполнить электронную форму, 25 сентября все победители получат предположение. Когда такой таймлайн проекте, проще общаться и с победителями, они понимают ответственность, и, что крайне важно, проще общаться и с контрагентами, в том случае, если финансирование осуществляется победителем не напрямую от медиа.ру, а из-за бухгалтерии в нашем спонсоре. Это очень-очень важный момент, и чем чище и прозрачнее все с финансовой точки зрения, тем лучше. Ну и последнее, тоже с моей точки зрения немаловажный фактор, это контроль соблюдения правил fair play всеми участниками конкурса. Как я уже отмечал, порой участники могут между собой конкретовать в рамках конкурса, считая, что вот инициативы были качественные, что они могли бы лучше на эту тему написать. В этих своих случаях, конечно, нужно сразу включаться в эти диалоги на страницах обсуждения, дать себе конфликт, далее писать на странице обсуждение участников, это не значит, что это лишь игра, это лишь конкурс, это не значит, ничего личного, что все мы пытаемся создавать эксклопедию, и не нужно какое-то сильное значение выдавать этим моментам. Потом крайне важно соблюдать за тем моментом, чтобы участники не писали статьи на конкурс заранее, а такое иногда бывает, то есть бывает, что проводится конкурс, заранее его анонсируют, сейчас мы пытаемся от этой карты сказать, заранее выкладываем в словник на служебных страницах, и самые такие умные участники, они находят этот словник, и за два месяца до старта конкурса начинают писать статьи на литипедии о каком-либо текстовом редакторе. Этот конкурс начинается, в первый же день эти участники могут загрузить сразу порядка десяти статей, что в свою очередь демодерирует других участников, это неправильно, и с этим, конечно, всячески боремся. И второй такой важный момент для соблюдения правил вверх, с которым мы тоже в последнее время очень сильно боремся, и в принципе все участники в этой неделе могут участвовать в конкурсах постоянно, и в принципе многие новички, они узнали, что статьи, созданные в рангах конкурса, нужно обрещать на хранице конкурса в течение суток с момента создания. Потому что порой возникали ситуации, когда участник тихо-тихо писал в течение месяца статьи на этот конкурс, и за два дня до окончания конкурса одновременно выкладывал порядка 50-60 авториста статей, включался в конкурс и тем самым демотивировал тех людей, которые и, так сказать, между собой борьбу за блюдовые места, до этого рассчитывали на блюдовые, и всем знаем, что ничто так сильно не обижает человека, как-то в тот момент, когда его ожидания не оправдываются. Поэтому мы стараемся делать максимально все то, чтобы те ожидания, которые у человека есть, они в конце оправдывались, чтобы все получали от конкурса исключительное удовольствие. Ну, в принципе, все, что я хотел, я рассказал, но в конце я призываю всех создавать свободные знания, создавать контент, потому что в рамках этой конференции мы очень много разговаривали, обсуждали очень разные моменты, и стратегию, и брендинг, и брендинг, и прочие-прочие другие моменты, грантовые направления, пятое, десятое, и я, к сожалению, для себя отметил, что, к сожалению, более 10% диалога посвящены созданию контента. Я призываю всех помнить о том, что википедию мы пишем для того, чтобы делиться знаниями, мы создаем огромный иноксиск знаний, и главная цель википедии создания циклопедии. Все остальное вторично, вторично даже эти конкурсы, главное создавать контент, википедии, и не сознаниями. На это учредение это самое важное во всем нашем движении. Спасибо огромное за внимание. Приключаю свою презентацию. Если есть у кого-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. У нас есть Виктор, который вынимает руки. Пожалуйста, Виктор. Микрофон, Виктор. Да, вы должны отменить. Прошу прощения, слышно меня? Отлично, Виктор, тебя слышно. Все. Приветствую, Дмитрий, спасибо за интересную презентацию, за опыт. И у меня таких два вопроса. в первую очередь меня интересуют такие малые разделы языковые, которые из языков народа Российской Федерации. То есть, кто там участвует в конкурсах? Это новички или это же опытные пользователи или они уже скажем, остаются после конкурсов? Велись ли такие наблюдения? Это первый вопрос. Да, тогда сразу я на него и отвечу. Конечно же, большинство, порядка, наверное, 80% это опытные участники этих разделов. Это опытные участники, если мы говорим о башкирской и татарской википедии, а башкирская и татарская википедии, это, конечно же, основные участники наших конкурсов на языках народа в России. Это именно башкирская и татарская википедия. Это обусловлено тем, что сами википедии там в большей степени развиты, и даже в большей степени, наверное, чем развиты википедии, в большей степени это упирается в то, что там есть видео, там есть ярко выраженные люди, которые продвигают эти знания. Касаемо новичков. Конечно же, новички появляются, но опять-таки эти новички появляются не благодаря тому, что мы проводим этот конкурс и пытаемся привлечь новичков. Эти новички появляются благодаря тому, что у тех лидеров википедии, которые находятся на местах, есть понимание, что новичков нужно привлекать конкурсом, потому что они могут выиграть кризы. И если отметить динамику, то касаемо именно башкирской и татарской википедии, конечно же, новички остаются, и они продолжают участвовать в конкурсах, и можно сказать, что сейчас даже дальше эти процессы пошли, именно в башкирской и татарской википедиях, они очень грамотно и очень правильно перенимают опыт викинедия.ру и стали проводить свои локальные конкурсы. Они находят финансирование на местном уровне, это наверное просто уникальные в рамках России википедии, и они проводят свои внутренние конкурсы, в рамках этих конкурсов создается большое количество статьи на национальных языках, они с нами всячески консультируются, мы им подсказываем, но при этом участники из этих регионов также пишут в рамках наших конкурсов, которые проводят викинедия.ру. И касаемо новичков, что мы делаем, мы не дифференцируем новичков по языковому принципу, то есть если мы проводим конкурс, у нас правило три номинации, википедия на русском языке из-за масштабности, википедия на языках народа в России, в которой все участники википедии на языках народа в России имеют возможность выиграть призы, соревновать между собой. Третья номинация это номинация новички. Номинации новички могут принимать в участие все участники википедии на языках народа в России, включая русский язык, которые зарегистрированы в википедии не более одного года. И, соответственно, в этой номинации, вот если мы сейчас возьмем проходящий сейчас конкурс выпускники и наставники 2021, то среди новичков, новички на русском языке уступают новичкам на текущей турнирной таблице, уступают новичкам из Башкирии, из Катахстана, потому что там вот новички более активны. Вот так-то так. Да, интересно. Ну и второй вопрос у меня связан с тем, что сколько человек обычно награждается в конкурсе, то есть я могу, конечно, своим опытом, не знаю, есть ли у меня время, но интересно, как у вас. Ну, у нас, как правило, я сейчас обрисую ситуацию, как правило, это 2-3 номинации, в каждой номинации 3-5 победителей. То есть, соответственно, это 9-15 человек. 9-15 человек, но бывают, когда конкурсы узкоспецифические, вот, например, как сейчас конкурсы, посещенные научпоку, научно-популярной литературе, в нем лишь 5 призовых мест, потому что в нем единственная номинация. То есть, в принципе, от 5 до 15 человек мы награждаем. Вот, приблизительно так. Причем мы грамотно дифференцируем призовые суммы для того, чтобы в рамках конкурсной борьбы у всех оставалась мотивация. То есть, шаг небольшой между первым и вторым местом, шаг 50 евро, между вторым и третьим еще 50 евро. И так, чтобы вот борьба до конца имела место быть в конкурсе, чтобы люди были мотивированы, чтобы они не выпадали из процесса. Ну да, еще раз отмечу, что да, приблизительно от 5 до 15 победителей. Спасибо большое. Если у меня есть время, могу... Да, конечно. Да, ну вот я провожу небольшие такие, скажем, тематические недели с элементами конкурсов. И, ну, стараясь, чтобы как можно больше участников наградить, то лучше, конечно, всех, чтобы получили какие-то призы небольшие. Ну, вот сейчас мы еще проводим Вики Любит Кавказ в украинском разделе. И, ну, так как мы тоже стараемся поддерживать сестлинские проекты, сестлинские вики-проекты, то тоже проводим в них. И что интересно, что вот, то есть, как я начал проводить конкурс в Википедии, то есть сказал, что можно также писать в сестлинских вики-проектах, то уже организаторы, которые ними опекаются в этих проектах тоже, ну, уже, скажем, начали тоже организовать и началось активное написание статей по кавказской тематике вот в этих малых проектах. Да, я буквально вчера заходил на вики-цитатник на украинском языке и обратил внимание, что там сверху висит баннер конкурса. Это так удивительно, потому что в русском вики-сообществе идея конкурсов прижилась только википедия. Мы также пытались проводить вики-конкурсы мультипроектные, привлекать к этому и вики-гип, привлекать к этому и вики-новости, где существует такое комьюнити, но результаты были несопоставимы и несопоставимы по количеству создаваемого контента. Но это бы ничего, если бы ничего в этом страшного нет, если бы, ну, врученными словами, мы получили от тех сообществ этих проектов некий такой небольшой негатив. Ну, все-таки они не очень, не разделяют идеологию конкурсов, но почему-то так. Хотя с вики-гидом мы продолжаем в этом направлении работать и стараемся делать, вот я вижу среди наших участников Ларса из Швеции, в рамках одного из наших конкурсов, он даже написал статью «Вики-гид» на шведском языке про новгородские земли, за что ему большое спасибо. И это очень интересно, и мы будем, конечно же, тоже стараться двигаться в этом направлении, но, к сожалению, пока обратная связь именно от проектов, она самая лучшая. Мы работаем над этим. Да-да, всем большое спасибо за внимание, я рад был выступить перед вами и поделиться своими лучшими наблюдениями. До свидания.